Депутаты Магаданской городской думы утвердили распределение бюджетных средств областного центра на плановый период 2021-2022 годов. Расходы в текущем году составили 8 млрд 584,6 млн. рублей. На 2021-й утвердили 6 млрд 844,9 млн. рублей. На 2022-й 6 млрд 825,6 млн. рублей. Доходы в городскую казну с учетом безвозмездных поступлений от правительства региона на 2020-й год составили 8 млрд 412,8 млн. рублей. Доходы на 2021-й рассчитали в сумме 6 млрд 844,9 млн. рублей. На 2022-й 6 млрд 815,6 млн. рублей. Кроме того, на заседании депутаты рассмотрели вопрос о недостающих средствах для выплаты заработных плат в бюджетных организациях, таких как школы, детские сады, дома культуры, учреждения дополнительного образования. Также депутаты внесли изменения с учетом выделения средств на завершение строительства новой школы в поселке Снежный. Доведены деньги, недостающие многим бюджетным учреждениям города Магадана на выплату заработной платы, на доведение ее до индикатива, чтобы декабрь месяц все встретились с полной выплатой заработной платы. Это распоряжение губернатора и его действия. Соответственно, нам нужно было собраться во внеочередном порядке, чтобы деньги официально уже закрепились в бюджете муниципального образования города Магадан и до конца месяца были доведены непосредственно получателям. Вновь избранный депутатами городской думы мэр Магадана Юрий Гришан выступил на заседании с предложением к исполнительной и представительной ветвям власти стать ближе друг к другу в решении проблем горожан. Для этого депутатам городской думы было предложено присутствовать на еженедельном аппаратном совещании в мэрии вместе с представителями государственных и муниципальных служб. Нам в течение пяти лет вместе работать, действительно, ожидания людей, они огромные, все хотят все и сразу сегодня, но мы с вами не зря принимаем бюджеты на три года, и мы должны трехлетним бюджетом показывать вообще, как планомерно будут решаться жизненно важные вопросы граждан города Магадана. Я надеюсь, что у нас все эти годы будет плодотворная работа. В связи с новой коронавирусной инфекцией многие бюджетные организации Магадана в 2020 году работали не в полный график, а некоторые и вовсе временно прекращали свою деятельность, что отразилось в цифрах средств текущего года. На фоне сложившейся ситуации распределения бюджета 2021 года по сравнению с 2020 значительно меняться не будут. Мэр Магадана Юрий Гришан с рабочим визитом посетил ООО «Славянский продукт». Это крупнейший поставщик продуктов питания в Магадане и регионе. Он же поставляет продукты в большинство магаданских учреждений социальной сферы. Основная цель визита – мониторинг цен на социально значимые товары. В предновогодние праздники на такие продукты отмечается рост цен в связи с пандемией. Валентин Хмельевский рассказал мэру об особенностях работы предприятия, логистических схемах, поставок продукции, нюансах ценообразования. Особое внимание в беседе уделили социально значимым товарам. Мы все живем в России, мы видим, что особенно сейчас цены подросли. Это особенно касается сахара, масла. Ну вот если взять, посмотреть наши цены, то есть они еще завезены по более дешевым ценам. То есть то, что было завезено в августе, в сентябре, октябре, то есть это. То есть нас будем стараться так, чтобы наценку уменьшить, чтобы, соответственно, люди почувствовали не такой рывок цен повышающих. Ну а так, я думаю, что Новый год мы встретим достойно, потому что товар, который необходим на столе магаданцам, он есть, его достаточно. На сегодняшний день цены на продукты – одна из самых обсуждаемых тем для магаданцев. Мониторинг цен показал, что на некоторые позиции цена возросла. Колымчане думают, что цену повышают сами оптовики и розничные торговые сети. На самом деле стоимость на продукты может расти по разным причинам. Есть очень много причин на макроуровне, в том числе связанных с неурожаем, на сахарную свеклу, с уменьшением посевов, с таможенными пошлинами, вывозными, интересом на мировом рынке к той же подсолнечному семечку, к сахару. И все это привело к тому, что цены – это из экономики, понятно, есть спрос, цена растет. Нет спроса – цена падает. Вот это произошло. Вчера, я думаю, что в интервью, которое давал Владимир Владимирович в своем, там он обозначил тоже эту проблему и поручение дал, здесь можно только теперь административным нажимом урегулировать и выстроить законодательно, нормативно в виде регулирования пошлин и такого нажима на производителей с тем, чтобы они все-таки свои аппетиты подумерили и цены у нас на социально значимые продукты расти не должны. Срез по спросу на 18 декабря 2020 года ниже, чем спрос на 18 декабря 2019-го, отметил глава областного центра. Поэтому на Новый год магаданцы сильно шиковать не будут. Ситуация с семейными бюджетами в условиях пандемии заметно ухудшилась. Специалисты заверили мэра в том, что в наличии у славянского продукта есть все необходимые для новогоднего стола горожан основные продукты и различные деликатесы. Через неделю ожидают поступление на склад свежей партии мандаринов. О выборах, о планах, о проделанной работе. Глава областного центра Юрий Гришан провел встречу с сотрудниками медиахолдинга «Вечерний Магадан». После единогласного голосования депутатов городской думы за кандидатуру Юрия Федоровича и избрания его мэром на следующие пять лет, остальные кандидаты не остались незамеченными. Самым активным планируют предложить работу в муниципалитете, а новые идеи остальных хотят реализовать в будущих проектах по благоустройству города. 2020-й позволил обновить в городе дворы, дороги. На побережье полноценно заработал парк «Маяк». Стартовали и ввели в эксплуатацию коммуникационные проекты. По словам Юрия Гришана, планку на следующий год планируют держать как минимум на уровне текущего. Сегодня в областной казне есть деньги на строительство второй очереди парка «Маяк». Завершают проектировать новый этнопарк «Дюкча». Есть цель улучшить жилье нуждающимся горожанам. Летом продолжат благоустройство дворов, дорог и прилегающей территории. Был такой продуктивный год, это нельзя не заметить. Что обещают следующие? Магаданцы увидят оживление по скверу 60-летия Магадана. Это один из первых скверов, который сегодня находится в таком, мягко говоря, мягко говоря, в убогом состоянии. А если по-честному, то пользоваться таким сквером нельзя. Его нужно закрыть со всех сторон, потому что он аварийен. По нему ходить нельзя. По нему ни в велосипедах, ни на самокатах, ни с колясками, ни колясочникам, ни людям, ни женщинам на каблуках нельзя. Все разрушилось за последние годы. Мы занимались другими объектами. Этим сквериком, к сожалению, нет. Мы прошли государственную экспертизу, мы получили проектно-сметную документацию. Деньги правительства Магаданской области нам нашлось, 45 миллионов. Также Юрий Гришан отметил активность магаданцев по прямой линии. Лично встретиться мэру с горожанами в год пандемии не выдалось возможности. Учитывая такую сложность, на 2021-й в мэрии Магадана запланировали обустроить помещение с видеокамерой и микрофоном. Желающие по предварительному запросу смогут высказать проблемы, идеи и предложения главе города онлайн в прямом эфире. Для бесплатной парковки транспортного средства под знаком «Инвалид» гражданам теперь необходимо оформить разрешение, сообщает отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Магаданской области. Сделать это можно онлайн через личный кабинет на портале госуслуг, на сайте Федерального реестра инвалидов или лично в МФЦ. Занести данные необходимо до 31 декабря этого года. Бесплатно оформить парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы или перевозящим его, также и на транспортное средство, в котором едет ребенок-инвалид. Бесплатная парковка предоставляется и людям с ограниченной способностью самостоятельного передвижения. Чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из перечня и указать период для использования парковки. Внесенные данные о транспортном средстве появляются в базе уже через 15 минут. За человеком одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство для бесплатной парковки. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.